И начнем с тревожной информации. То ли запредельный фейк, то ли смертельная угроза. В социальных сетях появилось сообщение о том, что в одном из российских городов организаторы так называемых групп смерти пугают акции массового самоубийства детей. Сообщение ходит якобы со ссылкой на полицейских из города Тольятти, где и должна состояться акция. Но тревожат такие новости родителей всей страны, ведь у интернета нет границ. В Норильской прокуратуре никаких данных о реальной угрозе нет. Скорее всего, рассылаемое сообщение — это очередной фейк. В нашем городе подобных групп или состоящих в них подростков выявлено не было. Однако прокуратура просит родителей усилить длительность. Понятно, что это не в нашем городе, не в Норильске. СМСка пришла не про наш город. Но родителям на эти выходные, наверное, стоит удвоить внимание к своему ребенку. Не говорю, что закрыть его дома никуда не выпускать. Но хотя бы быть на телефоне, куда он пошел, чтобы знать, где находится в настоящее время твой ребенок. Одним из признаков того, что ребенок играет в смертельную игру, может стать необоснованно ранний подъем. Подъем в 4.20 утра оказывается одной из правил некоторых опасных групп. Определить причастность к клубу самоубийц можно и по образам, связанным с названиями ряда опасных сообществ. Обращать внимание родителей обязательно на детей своих нужно. Если ребенок рисует китов, бабочек, единорогов, какие угодно названия, связанные с китами и с морем. Если в Норильске наличия подобных групп установлено не было, то в крае прокуратура уже закрыла несколько форумов, где обсуждались прелести суицида. Егор Туновский, Геннадий Зверев, новости северного города. Профилактику подростковых суицидов обсудили и краевые представители власти, и правоохранители. Следственный отдел края возбудил три уголовных дела по фактам доведения несовершеннолетних до покушения на самоубийство. Причиной стали группы смерти, организаторы которых подталкивают детей к самоубийству. Только по Красноярскому краю в группе риска 10 тысяч детей. Благо, как подтвердили различные специалисты, наличияне в это число не входят. Но несмотря на это, в городе делают все, чтобы не дать подросткам попасться на удочку игроков смерти. К делу также подключилась и краевая прокуратура. Учитывая обстоятельства отдельных попыток детского самоубийства, прокуратура установила, что в социальной сети ВКонтакте созданы открытые группы, которые предлагают несовершеннолетним вступить в игру, которые длится 50 дней, и после этого втянутые в игру подросток должен совершить суицид. Проверкой, проведенной прокуратурой края, было выявлено, что на портале социальной сети ВКонтакте имеются странички сайтов с призывами, пропагандирующими вот такие суицидальные настроения, подталкивающие взрослых, в том числе и несовершеннолетних, совершать суицид. Как считают в краевую прокуратуре, угроза от выявленных групп вполне серьезная, ведь в них зарегистрировано уже более полутысячи подписчиков. После вынесения судебного решения эти интернет-страницы будут включены Роскомнадзором в единый реестр доменных имен, содержащих информацию, запрещенную к распространению на территории России. Главная сложность борьбы с группами смерти и суицидальными играми в анонимности их администраторов и участников. Как уверяют норильские специалисты, до нашего города смертельная зараза еще не добралась, но профилактикой уже занимаются. Коль уж такая реакция пошла, будем говорить, по всей Российской Федерации, то мы сразу сработали таким образом. Было административное совещание руководителей образовательных учреждений, куда были приглашены узкие специалисты. Был психолог у нас социально-образовательного центра, «Гроза» Ирина Владимировна, которая очень доступно, четко провела тренинговую работу с администрацией, для того, чтобы руководители образовательных учреждений, придя в школу, провели педагогические советы, где заострили внимание на эту проблему. В управлении образования рассказывают, что сейчас в каждой школе работают социально-психологические службы, в которые входят социальные педагоги и психологи. На протяжении всего учебного процесса идет работа с детьми, требующими особого внимания. Вовлекаются в эту профилактику и учреждения дополнительного образования, и, конечно, родители. Раз в месяц по территориям микрорайона мы организуем родительские собрания для родителей определенного куста школ. Каждый месяц это у нас проходит, и туда мы обязательно стараемся пригласить представителей служб профилактики. Вот буквально недавно было большое родительское собрание во всех общеобразовательных учреждениях, где вопрос использования социальных сетей детьми и как родители могут на это повлиять, был приоритетным. Главный рецепт защиты – неизменный. Ребенок должен чувствовать заинтересованность семьи и иметь хороший контакт с родителями. Понятно, сегодня родители очень заняты на работе, все это ясно. Но вовремя прийти на помощь и заметить, что ребенок как-то отстранен, очень часто сидит у компьютера. Я думаю, что вот это главное. Дома заметили, в школу пришли, мы обязательно поможем. Кроме того, на сегодняшний день, я как член комиссии по делам несовершеннолетних, могу вам сказать, родители, многие не знают друзей своих детей. Быть ближе к детям, и тогда у нас все вместе получится. Это самое главное. Галина Навроско, Владислав Моисеев, новости Северного города. Далее о том, как в Норильске возвращают деньги в казну. В мэрии подвели итоги работы Межведомственной комиссии по противодействию коррупции за прошлый год. Так, в 2016-м полицейские выявили 13 преступлений коррупционной направленности. Выявлены и 4 преступления, связанные с незаконным освоением бюджетных средств. В двух случаях установлены хищения при исполнении муниципального контракта. Ущерб бюджетам края и города составил почти 4 миллиона рублей и уже полностью возмещен. Расходованию бюджетных средств, в том числе по таким направлениям, как доставка продуктов питания или оборот алкоголя, контролирует и таймырский линейный отдел МВД России. В прошлом году сотрудники транспортной полиции выявили 5 преступлений по факту поставки и незаконного оборота алкогольной продукции, маркированной федеральными специальными марками и акцизными марками с признаками подделки и столько же нарушений закона по фактам хищения бюджетных денежных средств. Не прекращается в Норильске и борьба с наркопреступностью. Эффективность раскрытия наркопреступлений выросла в 2016-м году на 69%. Эти данные прозвучали на заседании антинаркотической комиссии. Всего в 2016-м году в нашем городе было выявлено 323 наркопреступления, что на 132 факта больше по сравнению с предыдущим годом. Из незаконного оборота изъято более 14 килограммов наркотиков. Пресечено 14 групповых преступлений, закрыт один наркопритон. Также возбуждены три уголовных дела по фактам контрабанды наркотиков. А с руководителями транспортных компаний полицейские провели ряд встреч, чтобы не допустить поставку смертельного зелья в посылках и почтовых отправлениях. А скоро за сбыт синтетических наркотиков в крупном размере перед судом предстанет 31-летняя ранее судимая Норильчанка. Незаконный промысел женщина организовала в Толнахе. Теперь ей грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Подозреваемая содержится под стражей. Продолжаем выпуск краевыми темами. Губернатор Виктор Толоконский обязал правительство резко повысить инвестиционный рейтинг региона и внедрить в Краю общероссийский стандарт развития конкуренции. Этот стандарт является одним из параметров оценки эффективности деятельности региональной власти. В Крае должен быть утвержден перечень приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции. Его сформируют на основе мнений населения и бизнеса. В числе приоритетных направлений – рынки технологического обеспечения, добычи и переработки топливно-энергетических полезных ископаемых, транспортировки нефти и газа, металлургического комплекса. В первую тройку социально значимых рынков входят дошкольные дополнительные образования, детский отдых и оздоровление. В списке также значатся медицинские услуги, психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями, сферы ЖКХ, торговли, перевозок, культуры, связи и социального обслуживания населения. Губернатор Края Виктор Толоконский считает, что нельзя ограничиваться лишь перечислением направлений работы. Я поставил правительству Края задачу резко повысить инвестиционный рейтинг региона. За последние два года Край увеличил собственные доходы на 43 миллиарда рублей, а в 2016 году объем инвестиций превысил 400 миллиардов рублей. Однако мы не занимаем лидирующих позиций в стране по поддержке делового предпринимательства, уровню инвестиционной привлекательности, деловой активности. Наша задача войти в первую десятку регионов в российском рейтинге. Между тем, к 2030 году Краевое правительство планирует увеличить доходы региональной казны более чем на 85%. Прогнозный уровень доходов оценивается в 355,5 миллиардов рублей. Вырастут и расходы до 304 миллиардов. Оставшиеся деньги должны уйти на погашение банковских долгов и кредитов. Полностью с долгами Краевые власти намерены рассчитаться к 2028 году. Однако этому могут помешать нестабильные цены на природные ресурсы, рост социальных затрат и застарение населения Красноярья. Что касается самого населения, то к нему разным уровням власти скоро придется обращаться за главным кредитом – кредитом доверия. Не за горами выборы, а вот как они будут проходить, тут есть новости у моего коллеги Максима Трофимова. Итак, главная политическая новость этих дней. Все мы знаем, что ближайшие два года пройдут у нас под знаком выборов. В этом году нас ждут выборы местные, ну а в 2018 уже выборы президента. Так вот, именно в закон о выборах предложил внести изменения, представляющие наш край и наш город, сенатор Андрей Клишас вместе с коллегой по Совету Федерации. Что же предлагается изменить? В первую очередь, значительно проще станет назначение наблюдателей на участок. Ну а чем больше наблюдателей, тем выше прозрачность выборов. Далее. Открепительные удостоверения отменяются. Это важно, ведь многие люди проживают, работают не по месту прописки. Для голосования им сейчас надо получить открепительное удостоверение. Надо специально ехать, оформлять его. Многим это неудобно, и выходит, что человек просто решает не участвовать в голосовании, лишается своего голоса. По новым предложениям подать заявку в избирком на голосование по месту нахождения можно будет по телефону или электронной почте. Причем, заявившись на один удобный вам участок, вы уже не сможете проголосовать больше одного раза. Это важно в связи с тем, что открепительные удостоверения некоторые называют лазейкой для подтасовок. Далее повысится доступность избирательных участков. Что это значит? Участков станет больше, а значит никаких очередей, и они станут фактически ближе. Так хочется сказать, почти в шаговой доступности. Упростится также сбор подписей в поддержку кандидата. Сегодня тут есть много бюрократических тонкостей. Например, написал в адресе «Норильск» без указания Красноярского края, и твою подпись могут признать недействительной. Теперь формализма будет меньше. Появятся также дополнительные гарантии гласности и деятельности избирательных комиссий. В частности, на участках станет больше веб-камер. Свободнее становятся и средства массовой информации, как в наблюдении за работой комиссии, так и в информировании избирателей о кандидатах, партиях и политических программах. Поправки предусматривают и дополнительные права наблюдателей и кандидатов. Прокомментировать эту законодательную инициативу нам готов один из главных авторов законопроекта, сенатор от Красноярского края Андрей Клишас. Андрей Александрович, добрый день. Добрый день. Я благодарю Сергея Венгук за такое внимание к законопроекту. Скажите, пожалуйста, какова цель вот всех предлагаемых поправок? Цель поправок, самое главное, это, конечно же, сделать избирательный процесс еще более удобным для всех его участников и еще более прозрачным. Вот это, наверное, две основные цели. И все те изменения, которые мы с коллегой предлагаем, они направлены именно на это. Как быстро могут вступить в действие все эти поправки? Это история только президентских выборов? Или можно будет опробировать какие-то нововведения раньше? Мы очень надеемся, что где-нибудь до конца мая месяца, если Государственная Дума пойдет нам навстречу и быстро назначит все необходимые обсуждения в комитетах, на пленарных заседаниях, то в принципе до конца мая месяца мы могли бы успеть уже принять эти изменения на законодательство, потому что действительно очень хотелось бы, чтобы какие-то отдельные положения, например, связанные с новым порядком голосования для тех лиц, которые не находятся по месту своего постоянного проживания, чтобы это можно было попробовать откатать на осенней кампании. Как строилась Ваша работа с избиркомом и удалось ли во всем найти понимание? Да, Максим, вообще линия этого законопроекта, она именно родилась по итогам наших консультаций с Центральной избирательной комиссией. Мы эти консультации проводили после осенних выборов, после того, как избирком проанализировал все те замечания, предложения, которые поступали. Это была такая достаточно интересная, очень конструктивная работа. Элла Альхана Панфилова лично участвовала в большинстве встреч, которые мы проводили с сотрудниками Центральной избирательной комиссии. Мы будем продолжать в Центральной избирательной комиссии работу и посмотрим, что можно совершенствовать в тайной жизни. Любые поправки часто рассматривают из точки зрения прозрачности выборов и их соответствия неким эталонам демократического процесса. Вот насколько усилятся, на наш взгляд, позиции нашей избирательной системы в этом смысле? У нас и действующая избирательная система, она на самом деле достаточно прозрачная и соответствует всем самым лучшим международным практикам и международным стандартам. Но вот те изменения, которые мы сегодня выучили, они, конечно же, должны способствовать, так как я сказал, повышению прозрачности. Вот, например, мы предложили отменить открепительное удостоверение. В обществе действительно существует осеннее такое мнение, что открепительное удостоверение – это один из механизмов фальсификации выборов. Я с этим не согласен. Не согласен, действительно, потому что я не считаю, что открепительное удостоверение – это механизм фальсификации. Но я действительно считаю, что это достаточно неудобно. Клиниц, которые проживают мне по месту жительства. И вот когда мы идем навстречу уже такого рода опасениям, Но, как мне кажется, мы нашу систему избирательную делаем максимально прозрачной и пытаемся создать максимально комфортные условия для всех участников избирательного процесса, для того, чтобы они могли все свои права реализовать. Андрей Александрович, спасибо большое, что нашли время ответить на наши вопросы. Спасибо большое. Я напомню, что на связи со студией Северного города был сенатор от Красноярского края Андрей Клишес, один из главных инициаторов поправок в закон о выборах, по которому нам всем голосовать. 504 миллиона рублей. Столько должны жильцы управляющей компании «Город». Как только коммунальники не борются со злостными неплательщиками и пение начисляют, и судебных приставов в помощь призывают. Вот только самой эффективной мерой остается лишение должников главного блага цивилизации – канализации. Хуже этого только выселение. Почему, знает Юлия Шестак. Мы платим за свет, тепло и воду, но оценить истинную ценность этих благ цивилизации можно только их лишившись. Представьте, в вашей квартире вдруг не стало санузла. Ни туалета, ни ванной. Жильцы одной из квартир этого дома скоро испытают это на себе. Получить этот уникальный опыт буквально обязывает вот это маленькое устройство, так называемая заглушка. Снять ее самостоятельно практически нереально. Попытки были, вот ее когда выбивают, если внутри, там трос ее, бывает она неровно станет, там тогда уже человек, то бишь квартира съемки, делает себе же хуже. Каким образом? Вода сверху, которая стекает, ну вот выше этажей, она затекает ему, то бишь квартира. Добром становится? В ванне она подниматься начинает. Бесценный опыт с погружением в средневековье коммунальники дарят не всем, только самым злостным должникам. У управляющей компании город таких пять. Пока долг не будет погашен, воспользоваться ванной или туалетом ни плачельщик не сможет, если, конечно, не захочет устроить потоп. На такие меры, говорят в ЖЭКе, идут вынужденно. На сегодняшний день ситуация у нас паховая, я бы сказал, удручающая. Задолженность населения, она перевалила свою критическую массу, она составляет на сегодняшний день 504 миллиона. Поэтому нами принято решение о введении такой непопулярной меры, как введение ограничения на водоотведение. Мы хотели прибегнуть к данной мере в начале 2016 года, но посчитали ее не совсем гуманной. Кстати, закон позволяет применять такую меру в отношении тех, кто забыл о кварплате на два месяца. Но пока заглушки ставят только тем, кто не платит годами. Была всего одна оплата в ноябре 2015 года, это 6911 рублей. Хотя квартира неоднократно уведомлялась и в почтовые ящики, и вручали мы в руки уведомления. Но оплат так и не было. Поэтому на сегодняшний день долг по квартире составляет 107 929 рублей. Если раньше об ограничении водоотведения неплательщику должны были сообщать за два месяца, то теперь срок сокращен до 20 дней. Технический заглушку невозможно установить только в 5% домов из 100. Таким должникам коммунальники отключат свет. Так что заплатить все равно придется. Что же до эффективности ограничения водоотведения, то нервы у должников сдают быстро. И деньги на коммуналку появляются уже в течение недели. Если взять в общем 20 ограничений поставить, и вот на неделю выходит. Из 20 ограничений половина или даже больше платит. В течение недели? Да. И вот приезжаем, нам приходит заявка, мы приезжаем, демонтируем. Кстати, демонтаж заглушки платный. И раскошелиться на 7500 рублей тоже придется должнику. Так что жильцов этой квартиры сегодня будут ждать сразу два неприятных сюрприза. Юлия Шестак, Александр Ворик. Новости северного города. Тем временем прокуратура Красноярья проверила краевую службу стройнадзора и обнаружила, что она нарушает законы. Выдает предписания управляющим компаниям и не следит за их исполнением в тех случаях, когда эти самые компании перестают обслуживать дом, вызвавший нарекания. Кроме того, стройнадзор по данным прокуратуры отказывался проводить проверки по обращениям граждан, если речь в них опять же шла об управляющих компаниях, которые перестали обслуживать их дома. Да и за законностью собрания собственников жилья следить орган перестал. Все эти нарушения по информации надзорного ведомства привели к снижению эффективности государственного жилищного надзора и к нарушению прав граждан. По итогам проверки прокуратура обязала службу стройнадзора устранить выявленные нарушения. И новости культуры. Уникальный эксперимент провели в Норильском заполярном театре драмы, поставив спектакль по чеховскому рассказу из обязательной школьной программы. Все роли в спектакле играют четвероклассники третьего лицея, а первыми зрителями стали родители начинающих актеров. Антон Павл Чехов. Мальчики. Написанный 130 лет назад рассказ и сегодня не менее актуален. Дети всех поколений жаждут одного и того же – приключений и авантюр. В центре истории двое ребят, решивших сбежать в Америку, чтобы охотиться там на тигров и драться с разбойниками. Забавная история из обязательной программы четвертого класса на всю жизнь запомнится юным актером благодаря такому необычному способу изучения материала. Я понимаю, что внимание не очень держится ребенка, когда читаешь просто. Я предложила сделать такой проект «Играем в классиков», так как в игре текст усваивается лучше. Идея подобного мероприятия, она была, в общем, нашей общей идеей совместно с театром идеи, потому что задачей образования является культурное воспитание, эстетическое образование наших школьников. Поэтому с театром профессиональным мы, творческое объединение, делаем одно общее дело. Идея проекта возникла не на пустом месте. Сын главного режиссера Норильского театра Анны Бабановой, Иван, учится именно в этом классе и тоже участвует в постановке. Делая уроки с сыном, у Бабановой появилась идея создать такой проект. О чем-то подобном давно мечтала и руководитель театрального объединения лицея. Звезды сошлись. И вот четвероклассники могут почувствовать себя самыми настоящими актерами. Я в сегодняшнем спектакле играю тетю Наталью. Открытие, кстати, написано, сейчас скажи немножко. Это тетя, которая помогает маме расставлять там посуду, успокаивает детей. Я вместе с моими двумя сестрами Дашей и Аней, мы подслушиваем разговор мальчиков и мы играем тревогу. Мы очень долго ответственно готовились, подходили, репетировали дома. Дети целыми днями последние два дня тут в театре с бутербродами, с водой. Ну, сказали, будет что-то грандиозное. У меня сын Максим играет, играет роль отца. Главная роль у него такая. Мы очень ждем восторги все, конечно. Помимо основной линии повествования, авторы спектакля вплели в рассказ и небольшие исторические справки о самом Антоне Павловиче Чехове с упоминанием малоизвестных интересных фактов из жизни писателя. Вот сын именем Антон Павлович Чехов подписывался в очень легких случаях. Обычно это были смешные игры, такие как Зевуля, Робки, Дяденька. В планах третьего лицея и театра превратить этот удачный эксперимент в проект и поставить на малой сцене еще несколько спектаклей по школьной программе. Судьба же чеховских мальчиков пока туманна. Возможно, этот спектакль будет показан для нескольких классов из разных школ. А возможно, так и останется в памяти на сотовых телефонах родителей маленьких актеров. Егор Тулновский, Артем Смирнов, новости северного города. Днем в городе облачно с прояснениями. Кратковременный снег, ветер юго-восточный 38 метров в секунду. Температура в Норильске минус 11, минус 14 градусов. Дудинки минус 10, минус 13 градусов. Продолжение следует...